За три нарушения в подарок лишения. Такая акция, возможно, совсем скоро начнет действовать на всех дорогах страны. Федеральные законодатели сейчас рассматривают возможность внесения очередных изменений в правила дорожного движения. Новый закон коснется только злостных нарушителей. Те водители, кто в течение одного года трижды нарушит правила движения, останутся без прав на срок от года до полутора лет. Лишение будет предусмотрено только за три однотипных грубых нарушения, таких как превышение скорости более чем на 40 километров в час. Нарушение правил пересечения ЖД переезда. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Невыполнение требования уступить дорогу транспортным средствам, пользующимся преимуществом. Выезд на полосу встречного движения, там где это запрещено ПДД. Нарушение правил разворота и поворота налево. Непредоставление преимущества пешеходу и другим участникам дорожного движения. Еще одно обязательное условие – все нарушения должен зафиксировать инспектор ДПС. Проступки, заснятые камерами автоматической фиксации, не считаются, дабы избежать ошибочных обвинений. Но это не спасет от недоразумений, уверен юрист Оскар Черджеев. Он считает, вступление в силу новых правил существенно добавит ему работы. Казалось бы, заинтересованность есть у меня, да, как у юриста, там больше работы, больше клиентов и так далее. Но чисто по-человечески я против этих инициатив, потому что, считаю, у нас в стране и так все очень ужесточено, все запрещено. И мне бы не хотелось, чтобы в этом направлении вот заказательство развивалось. Они среди этого пакета хотят протащить еще ответственность за то, что ты не уступишь автомобилям со спецсигналами. А у кого у нас спецсигналы, да, естественно, у многих депутатов. Это речь, они, конечно, могут это под видом, что скорые не пропускают, там пожарные. Но вот я езжу по дорогам, практически, ну, очень редко увидишь, чтобы кто-то специально не пропустил скорую помощь. А вот то, что не пропускают автомобили с проблесковыми майками, да, то такое сплошь и рядом. Только кажется, что закон этот коснется лишь самых отъявленных автохамов. На сегодняшний день авторецидивистов в Ивановской области немало. За повторное совершение административного правонарушения, а именно проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, в 2017 году было привлечено 97 водителей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, то был привлечен 101 водитель. И это только по одному виду нарушений. Еще один бонус в придачу к этому автомобилист, лишенный прав по новому закону, получит их обратно по истечении срока наказания, только сдав теоретический экзамен. Законопроект уже на рассмотрении в Госдуме. Есть еще время подумать над своим поведением на дороге и скорректировать манеру езды, пока не прилетел подарочек от госавтоинспекции. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.